Музыка Генеральный партнер программы «На здоровье» – Центр Бубновский Три простых совета от нейробиологов, как сохранить мозг молодым и здоровым. Ученые доказали, что ясность ума напрямую зависит от его нейропластичности, то есть способности мозга вырабатывать нейроны. И что же на это влияет? Оказывается, чаще заставляете сердце работать, кардионагрузки, то есть бег, велосипед, ходьба, посильная физическая регулярная активность. Далее пересмотрите свои привычки в питании, что вы едите, сколько, когда и как. И полноценный сон. Вы скажете, да это же просто, я же все это знал. Да, но знать и делать – это разные вещи. Вы смотрите программу «На здоровье». Всем привет! Сегодня в выпуске. Чем шкодлива, консервована и несвежа ежа? Как аюрведа может допомогти в наших умовах правильно харчуватись и уникнуть небезопасных захворюваний? Корисный и смачный рецепт в вашем рационе. Ревматоидный артрит – найпоширеннейшее аутоимунное захворювание. Как кинезотерапия может допомогти хворим с такими складными диагнозами? Если вы знаете ответы на вопросы «Кто я? Какова цель моей жизни?», вы здоровы, вы удовлетворены своей карьерой, работой, семьей, личными отношениями, местом, где живете. И еще испытываете чувство благодарности – это значит, что вы познали аюрведу. Если все-таки есть вопросы, то аюрведа уже нашла ответы за свою 5000-летнюю историю. Аюрведа – это традиционная система индийской народной медицины, начало которой идет от священных в Индии текстов ВЕТ, где описывалось строение тела человека, описание лечения внутренних болезней, недугов всего организма и даже оперативного лечения. Аюрведа, как учение о жизни, деятельность организма рассматривает через взаимодействие трех субстанций – воздуха, огня и воды, носителями которых в нашем теле считаются прана, желчь и слизь. Мы рождаемся с предрасположенностью к определенному характеру, телосложению, отношению к миру. Болезнь возникает тогда, когда имеется дисбаланс всех трех ДОЖ – ваты, питы, капхи. Вата – ветер. У представителей этого типа, как правило, худощавое тонкокосное телосложение. Их особенность – быстрый обмен веществ. Их рацион питания должен состоять из гречки, риса, мяса, молочных продуктов, орехов. Пита – огонь. Людей данного типа отличает нормостеническое телосложение. Они являются обладателями взрывного характера. Им очень полезны бобовый, сельдерей, спаржа, цветная капуста, молочные продукты. Люди типа капха – слизь – предрасположены к полноте ожирению. Причиной этого становится неправильное питание и замедленный обмен веществ. Определение преобладающей ДОЖИ – это основа всего процесса исцеления в Аюрведе. И весь процесс лечения направлен на гармонизацию ДОЖ и накопление аджаса – жизненной энергии. А питание – основной фактор, влияющий на человеческое тело. Аюрведа вполне обоснованно говорит о том, что неправильное питание является причиной многих заболеваний, с чем согласна и современная медицина. Поэтому мы практикуем аюрведическое питание, то есть живую еду, зеленую. Зеленый – это цвет жизни. Консервированная еда или приготовленная другими способами – это старая еда. Ее можно считать мертвой. И когда мы едим мертвую еду, наши мысли получают мертвую энергию. А когда мы едим свежую пищу, мы растем, подобно дереву. Мы получаем больше хлорофила, наши клетки оживают, размножаются, восстанавливаются. И очищать организм от переработанной пищи тоже становится легче. Мы поели вечером, и на утро наш организм чистый. Но с мертвой едой все по-другому. И избавиться от продуктов распада телу намного сложнее. В итоге такая мертвая еда приводит к болезням, к раку, к сердечным болезням, к смертельным. И что сказывается на общем образе жизни. Пойдет ли пища во благо, зависит от естественных свойств продукта, способа приготовления, сочетание с другими продуктами, от количества, от правил приема пищи и от самого едока. Что одному пища, другому яд, гласит известная пословица. Знание индивидуальных особенностей помогает при выборе продуктов, подборе трав, специй, витаминов. Каждый продукт имеет свой вкус и вызывает определенный физиологический эффект. Сладкое способствует образованию крови, тканей и жира в организме. Кстати, сладкое – это не десерты в нашем понимании. Сладкий вкус, например, имеют зерновые, бобовые, молоко. Кислый вкус содействует пищеварению. Горький улучшает аппетит. И здесь аюрведы имеют много общего с нашей диетологией. В главном принципе – индивидуальность в выборе питания. В аюрведе преследуется несколько целей. Цели – философия жизни в том числе, философия питания. И поэтому быть в гармонии с собой – это самое главное. Если мы берем основные приемы пищи – завтрак, обед и ужин, то на завтрак предпочтительные и правильные – это продукты со сладким вкусом. Это, например, сочетание – это фрукты сезонные, микс салаты, это каша со сливочным маслом, это запеченные фрукты, фрукты в свежем виде. Это творог с нодом, с курагой, с черносливым, сухофруктами любыми. Что касается обеда и подхода к обеду, то в любом случае за обед нужно приступать, будучи голодным обязательно, чтобы разжать пищеварительный огонь. Здесь мы можем употреблять продукты с шестью вкусами разными. И начинать все-таки лучше со сладкого вкуса. Это каши, это супы, то есть сочетание разных вкусов. Не нужно забывать о специях, потому что они как раз и тонизируют, как раз и повышают иммунитет и помогают переварить все продукты. В обед идеальное сочетание – это зерновые с бобовыми продуктами. Если по каким-то причинам человек не переносит бобовые, то это зерновые овощи, это крем-супы, это сырные запеканки. Те же мясные продукты, но с ними не злоупотреблять желательно, но они предпочтительны все-таки, если и есть, то это в обеденное время. И что касается ужина, это все-таки более продукты нейтральные, сочетание идеальное – это каша, рагу овощные. Часто слышу от своих подруг, что вот эта проверенная диета у Маши работает, Маша худеет, а у Наташи нет. И более того, еще и ухудшается самочувствие. Но, может быть, стоит прислушаться к главным принципам аюрведы – индивидуальность в рационе питания. Нужно прислушиваться к себе и питаться в зависимости от своего физиологического типа. А еще в аюрведе очень важно не только то, что ты кушаешь, но и как. Не кушать в позднее время – после захода или рано утром до восхода солнца. Ешьте только когда голодны, не переедайте, всегда оставляя в желудке 1 четвертую часть свободной для воздуха, без которого не будет гореть огонь пищеварения. Еда должна быть теплой – это улучшает пищеварение. И свежеприготовленной – тогда она максимально полезна. Место для приема пищи должно быть чистое и спокойное. Принимайте пищу в хорошем настроении. И готовьте для своих близких только в благостном состоянии духа. Ведь ваши мысли передаются делам рук ваших и наполняют родных вам людей умиротворением и счастьем. А это самое главное, что несет аюрведа – жить в гармонии с собой и Вселенной. Поэтому несложно представить, в чем разница между правильным и нездоровым питанием. Люди, которые питаются живой, натуральной пищей, счастливы. А остальные ищут источники счастья, удовольствия, пресыщения в других местах. Но этого хватает ненадолго, и наступает коллапс. И в здоровье, и вообще в жизни. Ну и в продолжение темы питания предлагаю немножко перекусить. Блюдо, которое прекрасно насыщает. И не случайно его основу составляет сырое мясо. Тартар или котлета по-татарски. Да-да, привет от наших далеких татаро-монгольских предков. Хотя сегодня тартар готовят не только из телятины и говядины. Так вот, из чего еще можно приготовить тартар? И почему это блюдо так полезно? Сейчас тартар готовят не только из говядины, но и из овощей, фруктов и даже ягод. Наш шеф-повар приготовит тартар из свежего лосося. Рыбу надо мелко нарубить. Также в рецепт входит лук, репчатый, белый или красный по вкусу. Следите, чтобы не горчил. Добавляем корнишоны, каперсы. Солим, перчим. Классическая подача этого блюда с сырым яичным желтком. Для пикантности добавим немного горчицы. Пользу такого салата для здоровья трудно переоценить. Порция лосося обеспечит вас нужными омега-жирными кислотами на несколько дней. А это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, старение организма, возникновение артритов, артрозов, онкопротекторные свойства. А еще это целый комплекс витаминов, белок, микроэлементы. Вот такой вкусный и очень полезный рецепт в ваш рацион от программы «На здоровье» и ресторана «Континент». Медицина считает, что ослабленный иммунитет является причиной многих заболеваний. А что делать, если иммунитет становится врагом собственного организма, принимая свои клетки за чужеродные, начиная их уничтожать? Возникают аутоиммунные заболевания. Причины их до сих пор изучаются. Как лечить аутоиммунные заболевания и как жить с этим опасным недугом? Ревматоидный артрит является самым распространенным системным аутоиммунным заболеванием. Женщины страдают этим недугом в 3-5 раз чаще, чем мужчины. Поскольку количество людей, пораженных аутоиммунными заболеваниями, растет, исследователи подозревают, что на это могут влиять генетика, а также различные внешние факторы, плохая экология, а также инфекции. Татьяне диагноз ревматоидный артрит поставили в 10 лет после ангины и ее осложнений. Проявилась опухоль правой руки, мелких суставов. Ну и постепенно пошли в мелкие суставы, в рук, потом колени, ноги. И так абсолютно-абсолютно все суставы начали опухать и деформироваться. И, конечно, с большой болью. Это были школьные годы. Вот это на занятия не ходила, писать не могла, ручку в руки брать не могла. Ревматические заболевания – одни из самых трудных для диагностики и лечения. Не просто для многих принять болезнь и тот факт, что этот диагноз надолго. Но с ним можно жить и улучшить качество жизни. Татьяна нашла решение в Центре Бубновской и кинезитерапии. Цель кинезитерапии – это улучшить подвижность позвоночника и суставов, удлинить ремиссию, убрать усилую нагрузку суставов, улучшить микроциркуляцию тканей. Повысить иммунитет. При этих заболеваниях мы преследуем главные цели. Первое – это уменьшение инвалидизации. Потому что эти заболевания, которые приводят к инвалидности, за счет того, что развиваются контрактуры суставов, в случае с болезнью Бехтерева, это происходит болезнь анкилоз позвоночника. Значительной проблемой при системных аутоиммунных заболеваниях является ухудшение качества жизни пациентов, связанное с наличием болей, скованностью и деформацией суставов. Необходимо не допустить прогрессирования заболевания и инвалидизации. В Центре с пациентами с ревматоидным артритом занимаются по особой программе. Здесь, конечно, занятия строятся индивидуально по ощущениям, по наличию интенсивности боли. И поэтому как такового базового набора упражнений нет. По самочувствию, по состоянию подбираются на каждое занятие специфические упражнения. Мы должны проработать суставы в период обострения. Таким образом, чтобы улучшить кровоснабжение суставов, питание суставов через полноценное кровоснабжение и уменьшить боль, потому что самое главное во время обострения – это болевой синдром. Я здесь занимаюсь. Это обязательно осень, весна, которые идут обострения, чтобы меньше лекарств, обезболивающих. Вот мои обезболивающие, это тренажеры мои, потому что без них я никуда. Если есть период обострения мелких суставов, мы исключаем из работы мелкие суставы. Для суставов пальцев даем упражнения с мячиком, для суставов лучезапястных даем упражнения с гантелями с маленьким весом на подвижность, а затем надеваем манжеты на предплечье и работаем с крупными суставами. Одним из методов контроля эффективности реабилитационной программы является диагностика мышечной подвижности и эластичности – МОБИФИТ. Пациенты очень любят этот вид обследования, безвредный для здоровья, который наглядно демонстрирует, какого прогресса достигла мышечная система за время занятий. В частности, здесь, кроме диапазона движения, амплитуда, это самый главный показатель, оценивается симметрия, это соотношение правой и левой половины тела, оценивается гармония, это соотношение верхней половины туловища и нижней. И уже здесь, на этой диагностике, мы сделали промежуточный контроль, и вот видно динамика. Диагностика МОБИФИТ проводится каждые 12 занятий для определения состояния мышечной эластичности, подведения итогов реабилитации определенного. То есть здесь не сразу может быть все идеально, поэтому это промежуточный контроль за состоянием мышечной эластичности и состоянием здоровья пациента. На данный момент лечение аутоиммунных заболеваний в основном состоит из противовоспалительной терапии и применения препаратов, которые подавляют иммунную систему. Кинезитерапия оказалась эффективным средством при ревматоидном артрите для Татьяны, которая теперь стала одним из главных лекарств в борьбе с болезнью. Что самое главное, что она, занимаясь этот период, она находится в ремиссии, то есть нет обострений. Она за последние два года ни разу не была в стационаре, не лежала. Дома я сама самостоятельно могу обуться, я могу самостоятельно одеться уже без посторонней помощи. Я на кухне могу, да, есть ограничения в руках, но я готовлю, я стираю, убираю. До этого у меня все было без посторонней помощи, потому что этого и делать не могла. Татьяна – это самый благодарный пациент нашего центра, потому что в любом состоянии, при любых обострениях она занимается, очень оптимистично настроена всегда, и поэтому у нее всегда есть прогресс. После занятия всегда наступает лучшее. Долечивайте ОРВИ и простуды. Следите за тем, чтобы инфекции, ставшие причиной простуды, ангины, гриппа или другого заболевания были полностью и своевременно уничтожены. Они могут спровоцировать начало опасного недуга, как, впрочем, нервный стресс, нездоровое питание. Чаще аутоиммунными заболеваниями болеют люди, которые проживают в северных широтах, которые злоупотребляют мясной, жирной пищей и молочными продуктами. Кинезитерапия решает массу вопросов при аутоиммунных заболеваниях, но здесь очень важен подход и со стороны питания, поэтому каждый пациент нашего центра проходит индивидуальную консультацию с разработкой программы питания. Здесь все-таки мы используем международные протоколы лечения. Диета «Аутоиммунный палеопротокол» является более строгой диетой. В ней исключаются продукты, которые могут вызвать воспаление кишечника и используют продукты, богатые питательными веществами. Соблюдение диеты – один из важнейших факторов контроля заболевания. Сопровождение диетолога в центре и составление рациона питания – большая помощь для пациентов с диагнозом ревматоидный артрит. Если все же в семье прослеживается цепочка из-за аутоиммунных заболеваний, то необходимо уделить внимание профилактике. Прежде всего, это здоровый образ жизни, это активный двигательный режим, это рациональное питание, это санация хронических очагов инфекции, в частности, вирусных, бактериальных, тот же вирус ГЕРПС, Эпштейнбар, он может служить таким стартовым механизмом пусковым при развитии аутоиммунных заболеваний. Часто при этих заболеваниях присоединяются обменные нарушения, такие как подагра, сахарный диабет, это нарушение холестеринового обмена. Поэтому комплексный подход к реабилитации и диетологии, и модификации образа жизни позволит удлинить сроки ремиссии, избавиться от инвалидизации и улучшить качество жизни таких пациентов. Генеральный партнер программы «На здоровье» – Центр Бубновский. Человек, которому повезло, – это человек, который сделал то, что другие только собирались. Мне кажется, сегодня мы с вами кое-что сделали для нашего здоровья. Главное теперь не останавливаться. Вы смотрели программу «На здоровье», увидимся через неделю, или подписывайтесь на мой канал в Ютубе «Елена Скалецкая», и будем счастливы и здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова